всем огромный привет добро пожаловать на мой канал мы с вами в секонд-хенде сеть магазинов british mix я заглянула в день завоза в надежде найти что-то интересное но в этот раз вообще ничего интересного не нашла вышла абсолютно с пустыми руками давно давно у меня такого не было смотрела кроссовки они мне понравились в целом но я решила что наверное вернусь за ними когда цена будет ниже потому что как-то завышенные цены именно на кроссовки в этой сети магазина перемещаемся в следующий магазин это сеть smart store здесь одежда обувь и аксессуары представлены на вес не фиксированная цена я хочу вам показать фейк на дюкзачок редли на первый взгляд все очень даже неплохо но если рассматривать детали фурнитуру строчки из какого материала сделана эта сумка сразу видно что это не оригинальная сумка даже это собачка такая размытая нечеткая как обычно бывает у редли собачку кстати зовут скотти в этом магазине в этот раз было много поделок вот еще одна на луи виттон если честно я когда вижу эти сумки мне даже разглядывать их не хочется потому что наверное девяносто девять и девять процентов тех сумок которые мне встречаются это реплики всегда хочется попасть в одну сотую это к счастью реально так что обязательно смотрите стала разглядывать вот эту кулинарную книгу и поняла что это так душевно так атмосферно давно и ничего не готовила по вот таким рецептам чаще всего загугливаю какой-то рецепт в интернете и все хотя у меня очень много таких книг и мне как-то захотелось даже что-то интересное приготовить мне кажется когда книга раскрыта разложенные ингредиенты о процесс приготовления еды превращается в какой-то особый домашний уютный ритуал но и гаджет остается чистым и не заляпанным да надо что-то приготовить затем мне понравилась вот эта сумка но обнаружила на ней дефект она из мягкой мягкой кожи здесь сочетание гладкой кожи и нубука смотрится интересно эта сумка мешочек она лежала на полке люкса я сначала подумала может быть что-нибудь получится с ней сделать как-то ее отремонтировать но кожа настолько мягкая что в целом прослужит совсем недолго она тонкая быстро растянется там еще обнаружилось пятно в общем я решила наверное не стоит брать взяла вам показать вот этот шелковый бомбер и еще раз убедилась в том что шелк очень долго носится вы посмотрите на хлопковый воротник что с ним случилось он так неприглядно выглядит и при этом шелковая часть бомбера в идеальном состоянии он плотный нет никаких зацепок на камеру кажется что он немножко выцветший но это такой цвет бомбер где-то наверное из 90-х может быть даже раньше бомберы сейчас очень актуальны особенно если они на два-три размера больше но эта вещь свое уже пожила а вот этот костюм я купила это hugo boss классическая модель вне времени в идеальном состоянии разве что шильдик нужно пришить тонкое руно здесь 96 процентов шерсти 4 процента эластана эта линейка boss hugo boss это одежда премиум класса она где-то процентов на 30 по стоимости выше линейки hugo есть еще линейка orange green по моему насколько мне известно orange и green собираются закрываться чтобы сориентироваться на интернет продажах не знаю насколько это правда будет или не будет в общем чтобы не путать покупателя оставить только две линейки костюм мне очень понравился вся фурнитура брендирована он прекрасно скроен и очень хорошо садится на фигуре обязательно вам дома покажу после того как приведу его в порядок затем мне досталась вот такая сумка и вам может показаться что она какая-то страшно стремная это ок я ее тоже приведу в порядок и покажу самое удивительное что она в идеальном состоянии просто камера совсем не любит черный ну и конечно к сумке прилип ворс посторонний как обычно бывает secondhand но помеху видно что эта сумочка новая я ее конечно же купила она из ноутбука очень мягкая и приятная а вот эту бананку взяла вам показать это диснеевская бананкой кошелек два в одном интересное такое решение я бы я купила если бы она была кожаная даже несмотря на то что бананки не актуальны в этой что то есть ее можно обыграть затем также взяла вам показать вот такую сумку залюбили или залежала я не знаю что с ней случилось это натуральный мех вен весь в залысинах к сожалению форма у нее а-ля биркинген но это не рмс модель интересная качественная но свое тоже уже пожила затем нейлоновая сумка лон шам с кожаными вставками это культовая модель le plage довольно часто я встречаю в секонд-хенде но чаще всего они вот в таком состоянии здесь отклеилась запузырилась ткань скорее всего сумку неправильно постирали но если эта сумка в идеальном состоянии я ее всегда покупаю потому что они действительно очень качественные и интересные и удобные затем вот эта сумка а-ля валентина она новая но я ее не стала покупать потому что она не кожаная она плохого качества и прослужит она недолго и пока она лежала рядом с другими сумками и и покрытие уже повредилась кое-где уже есть царапины также мне понравилась вот эта винтажная рубашка с яркой вышивкой вышивка гладью выглядит очень стильно я была уже уверена что я куплю эту рубашку но как чаще всего бывает при детальном рассмотрении обнаруживаются дефекты похоже что рубашка мужская я бы ее носила с удовольствием потому что смотрится она мега стильно но там такой дефект который видно и я не стала ее покупать вот такая дырочка она на плече у меня короткая стрижка сейчас она стала еще короче поэтому нет а вот эту блузу я купила у нее такой вкусный цвет она шелковая тоже винтажная такая красивая охра если вам бренд знаком пожалуйста напишите я вижу впервые шелк довольно плотный за ним несложно ухаживать самое приятное что не образуются зацепки и в носке выглядит он слегка небрежно тем вот такая пижама я говорила да что с черным цветом камера не дружит и она проявляет даже то чего нет это пижама на камеру выглядит вообще как-то невзрачно я и не стала брать за плохого состава но что-то подобное я ищу хочется пижамку купить из пан бархата домашние костюмы пижамы и люблю умею практикую его рекомендую это смотрится круто и очень очень удобно также на ощупь зацепила вот этот джемпер супер драй у него неплохой состав но он съел основной состав шерсть вискозы немножко нейлона и немножко кашемира затем мне очень понравился вот этот ремень в частности мне понравилась его пряжка она так стильно выглядит есть небольшие нюансы но я надеюсь исправить их и мне очень хочется вдохнуть него новую жизнь потому что повторюсь он очень стильно выглядит у него замечательная пряжка ему обязательно нужно жить дальше затем вот такая блуза это босс оранж это линейка хьюго босс яркая динамичная в стиле кэжуал больше рассчитана на молодежную аудиторию такой змеиный принт здесь хороший состав 50 процентов шелка и 50 процентов вискозы вот этот платок взяла вам показать мне он понравился своим принтом он шелковый из дикого шелка но и не стала его покупать даже несмотря на то что он новый потому что этот платок можно носить пару раз он очень быстро придет в негодность при детальном рассмотрении видно что он выполнен кустарно мне кажется это платки 90-х годов это реплики на какие-то знаменитые бренды таких платков я помню много сейчас не куда-то пропали но потому что все по износились это только удивительным образом сохранился еще одна реплика на кристиану бутаун самое интересное что я эту обувь в этом же магазине встречаем уже третий раз я не знаю это те же или новые каждый раз но в общем это обувь из китайского сайта таких там много затем вот такие кеды от zara тоже сомнительного качества причем это все люкс был и вот эти мне понравились своим мыском это next красивый оттенок пудры но я их не купила вот эти мне понравились своим каблучком но не понравился мысок причем каблук с рисунком дерева если вам видно интересно это тоже next они кожаные с выделкой под рептилию небольшой устойчивый каблучок похоже что они новые так красиво они переливаются новые кожаный ремень я такие ремни очень люблю потому что в них не нужно проделывать дополнительные отверстия можно худеть поправляться каждый раз его под себя не подгонять качественный мягкий приятный на ощупь затем вот такой жакет я взяла его вам показать насколько дешево смотрится жакет который совершенно не держит форму мне понравился цвет не понравилась фурнитура и не понравилось качество написано что сделано в италии а на шильдике указан китайский сайт вот так вот а платье симпатичная под ним она тоже плохого качества но цвет и модель интересные в этот день я купила только эту косуху но не пожалела что зашла в этот магазин потому что косуха новая из натуральной кожи причем мне очень нравится под определенным углом она серая определенным углом она с оливковым потоном под каким-то углом нюдовая смотрится очень красиво она из плотной кожи хорошо держит форму размер указанная немножко оверсайз и диска покажу уже дома на себе еще мне понравился этот шар сразу показываю дефект несмотря на то что он с биркой новый что-то есть я не знаю мне сначала показалось что может быть на него наступили его не видно разве что на просвет я начала рассматривать на дырке обнаружила пиздец может быть я бы его и отстирала из хорошего качества еще показываю вам грязную нечищенную не мытую обувь прямо в болоте это для тех чтобы видеть что в сконфенди нельзя найти грязную обувь вот пожалуйста даже не попрескала взять и показать вам со всех сторон потому что видео где я показывала как я очищаю ботинки эко многие написали что такого не бывает и в сконфенди нет грязной обуви очень даже есть разные обуви встречаются ладно идем дальше на люксе были такие кожаные скатрили от 5 авеню внутри изнотранной кожи снаружи замши мягкие удобные но я их почему-то не купила вот эти слайдеры тоже показались интересными они новые это ASOS меня как-то спрашивали можно ли найти в сконфенди костюмы для утренников да можно можно даже новую как этот костюм астронавта еще меня впечатлил вот этот жакет точнее это блейзер двубортный и здесь очень красивый твит посмотрите не знаю камера мне кажется не передает его цвет там такие вкрапления мелкие разноцветные бренд не знаком если знаете пожалуйста напишите мне кажется он мужской подростковый он новой биркой для дома я купила несколько таких новых линейных салфеток с вышивкой мне очень понравилась эта вышивка очень уютно выглядит по моему я насчитала 11 штук и дома уже обнаружила что они разные то есть у них разная вышивка но они в одном стиле я думаю что даже никто не заметит главное что он выглядит они очень органически и как-то по домашнему уюту затем вот такой ремень он из натуральной кожи классический простой ничем не украшен с обычной простой пряжкой такие ремни я люблю корзинки лежали шарфы на этом указано что он из стопроцентного кашемира но это не так это пропушистый шарф за вечьей шерсти я не стала его проверять увидела дефект вот такая вот такое пятно и думаю что это чернила еще вот такая сумка она не кожаная это не валентина и слишком уж часто еще такие сапоги они мужские это дубленная кожа внутри шерсть овечья есть парк парочка 5 еще понравился вот этот винтажный кардиган обнаружился дефект но здесь интересное цветовое решение и он также заглядывала в сеть магазинов хумана нашла такие джинсы кучи но они слишком потрепан и застиранные все брендировано все бирки на месте фурнитура все 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 промаркировано они с дырками и с потертостями я такие не люблю оставила их в магазине просто везла вам показать фурнитура это не а все это и это это Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok